Здравствуйте еще раз, уважаемые участники вебинара. Меня зовут Марина Коваленко, и я буду сегодняшним модератором. Сегодня мы проводим вебинар на тему «Методы решения геометрических задач повышенной сложности при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ». Вебинар наш сегодняшний для учителей и участников, и проводит его Елена Михайловна Фридман, специалист отдела математики и издательства «Легион». С подробным графиком проведения вебинаров вы можете ознакомиться на нашем сайте, сделать это достаточно легко. Вам необходимо зайти на сайт www.legionr.ru, выбрать вебинары, там выбрать предметную категорию «Математика» и там уже ознакомиться с графиком вебинаров. Также вы можете воспользоваться функцией «Запланировать участие». В этом случае вы указываете адрес своей электронной почты, и накануне вебинара вам придет напоминание о том, что вебинар скоро состоится, и также ссылка для входа в мероприятие. Время вебинара вы можете выбрать любое, в 10.00, либо в 15.00 по московскому времени. Эти вебинары одинаковые, проводятся на одну тему, только проводятся для разных часовых поясов, для того, чтобы вам было удобно принимать участие в них. Все материалы проводимых вебинаров мы размещаем на нашем сайте. Сегодня в 17.00 после данного вебинара вы сможете с нашего сайта скачать презентацию к этому вебинару. Также через некоторое время, сегодня, либо завтра, вы сможете просмотреть на YouTube и даже скачать видеозапись этого вебинара. Всеми материалами вы можете делиться со своими коллегами, показывать учащимся. Мы делаем это для вас, поэтому мы будем рады, если они вам помогут. Для получения сертификата участника вебинара вам необходимо полностью заполнить анкету при входе вебинара. Пожалуйста, у меня убедительная просьба, будьте внимательны и заполняйте эту анкету очень внимательно и так, как указано в вопросах, потому что от этого зависит, насколько точно, насколько аккуратно вам придет сертификат. Если вы укажете данные не в том поле, либо вообще не укажете, то сертификат может вообще, в принципе, не прийти. Они у нас формируются автоматически, машина, программа автоматически распознает ваш текст, поэтому если вы что-то не так сделаете, то рискуйте остаться без сертификата. Поэтому делайте все внимательно и самое важное, указывайте адрес своей электронной почты точно. Если вы не укажете также в окошке фамилии, имя, отчество участников, желающих получить сертификат, то сертификат не придет. А если вы там укажете всех, кроме себя, то, конечно же, придет сертификат всем, кроме вас. Также вы можете воспользоваться, просмотреть инструкцию участников вебинара, она у нас доступна на нашем сайте, также она приходит вам периодически на электронную почту, мы вам отправляем. Там все подробно написано о том, как заполнять анкету, каким образом, через сколько времени приходят сертификаты, и вся информация, которая вам необходима. По поводу отправки сертификатов, сейчас они у нас немного задерживаются, просим вас еще чуть-чуть подождать, просим вас понимать, потому что мы стараемся их максимально быстро отправить, но не получается набрать темп. Вот, поэтому до конца декабря, до этого года, мы вам все отправим, с долгом не уйдем в Новый год, поэтому еще чуть-чуть подождите. Вебинар наш пройдет сегодня с 15 до 16.30 по московскому времени. Я буду все время с вами в чате под именем модератор. Буду отвечать на ваши вопросы, ну, какого-то технического плана пишите мне, вот, и так что буду передавать вопрос нашему автору. Если у вас нет ко мне вопросов, то я желаю вам приятной работы и передаю слово Елене Михайловне. А еще убедительная просьба, вы пока готовитесь, пока Елена Михайловна сейчас подойдет, вы подготовьте, пожалуйста, и листы, бумаги, в общем, листы, ручки, карандаши, потому что тема у нас сегодня такая, которая нуждается в записи, в нарисовании чертежей, в общем, очень нужно, чтобы вы на чем-то писали и шли вместе с нами, параллельно с Еленой Михайловной. Вот, поэтому готовьте пока ручки, блокноты, тетради, вот, и я передаю слово нашим авторам. Здравствуйте, коллеги! Начнем работать. Тема сегодняшнего семинарского занятия посвящена геометрии. Вы знаете, что это традиционно сложный раздел математики, значительно сложнее учащимся он дается, чем алгебра, и вот мы решили вам помочь, и такую тему предлагаем. Можно включать? А, да, я хотела, знаете, что вам еще показать, прежде чем начну. Вот смотрите, в основном задачи, которыми я буду, которыми я буду иллюстрировать свое выступление сегодняшнее и нашу встречу, это задачи, взятые из книг издательства «Легион». Вот эти две книги у меня в руках. Это книги для подготовки к ЕГЭ базового и профильного уровня. Здесь 40 вариантов. Основные книги. К книге профильного уровня вот-вот выйдет решебник с методическими указаниями. Смотрите, пожалуйста, его не пропустите в магазинах ваших городов или на сайте на нашем можно купить. Теперь книги для подготовки к ОГЭ. Это основная книга и решение методических рекомендаций. Здесь она уже вышла для подготовки к математике 9 класса. Кроме этого, посмотрите, пожалуйста, есть экскурс экспресс-подготовки для 9 класса и тематический тренинг. Конечно, есть и другие книги, но вот это основные книги, откуда сегодня я буду пользоваться задачами, о которых пойдет речь ниже. А сейчас предлагаем тему нашего сегодняшнего вебинара. Это методы решения геометрических задач повышенного уровня сложности в ЕГЭ и ОГЭ. Несколько первых слайдов. Это просто информационные слайды. Здесь вы видите количество участников ЕГЭ по математике базового и профильного уровней в 2015 году. Сохранится возможность выбора и того, и другого уровня сдачи экзаменов у выпускников этого года. Как будет дальше, пока неизвестно. Но вот обратите внимание, что на профильном уровне всего 66 человек получили 100 баллов, это максимальный балл. А на базовом уровне 30 примерно процентов, чуть менее 30 процентов всех участников получили 5 баллов. То есть понятно, что есть нам над чем работать еще. Что касается задач по геометрии, то информацию я смогла найти только по ЕГЭ, поэтому видите задание 16. Вторая часть, конечно, это повышенный уровень сложности. 16 номер это стереометрии, 18 это планиметрии и процент получивших максимальный балл соответственно 7,1. Но в общем, конечно, этого недостаточно. Понятно, что такие результаты обусловлены разными причинами. В том числе есть объективные и субъективные факторы, среди которых, вот я здесь выписала несколько. Конечно, по алгебре решать задачи проще, потому что есть алгоритмы их решения, которым мы их обучаем, детей учащихся наших. А по геометрии задачи не алгоритмичны, и в этом, конечно, проблема. Затем необходимость выбора метода для решения задачи. Теоремы для решения конкретной задачи. Мы знаем, что теорем большое количество. Школьники не очень охотно учат теоремы и учатся их применять. Ну и кроме того, без наличия опыта решения задач, а опыт приобретается только возможностью и желанием и трудом их решать, а часов, конечно, по геометрии мало. Так что, в общем, все мы знаем, чем обусловлены трудности при решении геометрических задач. Ну и, конечно, нам известно, что нужно для того, чтобы успешно справляться с задачами по геометрии. Понятно, что нужно и владеть понятиями, и владеть свойствами, и знать основные приемы и методы решения задач, уметь их комбинировать, ну и опыт решения задач тоже должен присутствовать, чтобы не пугаться при виде новой задачи, а думать о том, что я умею решать задачи и эту тоже решу. Значит, школьные учебники по геометрии, ну, в содержании их представлены обычно внешней стороной дела, то есть, скажем, треугольники, многоугольники, параллельность, перпендикулярность и так далее. Я сегодня взяла вот такую классификацию по методам решения геометрических задач. В школьных учебниках, естественно, этого нет. Классификация, понятная вещь, условная, но чем мне эта классификация нравится тем, что так удобно, каждый метод нацеливает на применение определенных фактов геометрических, ну, планиметрии, стереометрии, там и там, конечно. Ну, и из этих методов, обратим внимание на метод координат и векторный метод, которые вот ниже всего расположены, это, конечно, самые универсальные методы, им, конечно, надо учить, и они, кстати сказать, более алгоритмичны, чем все остальные. Другое дело, что не вся теория в школьном курсе выдается, но это не беда. Что касается метода, предположим, дополнительных построений, то понятно, что решение с помощью каких-то геометрических методов, оно, если сообразишь, при условии, что сообразишь, оно изящное, красивое, но это ведь нужно сообразить. А если ребенок не решает задачи, то и нет гарантии, что он сообразит. Ну вот, теперь мы переходим к характеристике тех методов, о которых я только что, которые только что были представлены на слайде, и начнем с метода дополнительных построений. Он, конечно, часто применяется, он, конечно, всем известен, и имеет несколько разновидностей, которые вы видите перед собой. Это, с одной стороны, продолжение отрезков либо на определенное расстояние, либо до пересечения с какой-то прямой или прямыми. Это проведение прямой через заданные точки, и это проведение через заданную точку прямой, которая удовлетворяет какому-либо условию. Либо параллельной данной прямой, либо перпендикулярной данной прямой. Ну, начнем. Значит, я читаю в чате, что что-нибудь по ЛГ9 класс будет и по ЛГ, будет и по ЕГ, будут и планиметрии, задачи по планиметрии и по стереометрии, будут задачи, которые иллюстрируют те методы, которые были представлены на слайде, вот пару слайдов назад. Значит, вот сейчас мы будем говорить о методе дополнительных построений. Я бы попросила вас делать рисунки, чтобы следить за ходом решения задачи. А вот вычисления, они будут представлены в презентации, их не нужно делать. Потом, когда вы скачаете, если захотите скачать презентацию, там все это будет, и там доразбираете презентацию. То есть акцент на вычисление я, конечно, делать не буду. Мы только на идею будем делать акценты. Итак, дан ромб. Угол, да, взята точка внутри ромба. Причем эта точка взята так, что отрезок BM и MC, отрезки не пересекают диагонали ромба. Известно, что угол DBM равен углу MCA и равен 30 градусам, и нам нужно найти угол AMD. И еще у меня к вам просьба, если вдруг вы будете не успевать перерисовывать, или что-то будет непонятно, задавайте, пожалуйста, вопросы, и если успеваете, пишите плюсики, если не успеваете, пишите минусы, чтобы я каким-то образом получала обратную связь от вас. Хорошо? Итак, еще раз условие задачи. Дан ромб, точка внутри ромба, два угла по 30 градусов есть, требуется найти угол AMD. Продолжим. Отрезки BM и CM за точку M. И получим на диагоналях, соответственно, точки P и E. Есть. Да? Это дополнительное построение, до которого, конечно, нужно было бы догадаться. Ну, а далее рассуждение. Поскольку вот угол при вершине B в треугольнике BOP 30 градусов, значит, второй острый угол 60 градусов, смежный с ним 120 градусов. Получаем треугольник MPC равнобедренный. То есть угол вот этот вот, 30 градусов красненьким у меня записано. 30 градусов. Мы вычислили. Легко, быстро мы нашли, что треугольник желтый равнобедренный. Ну, и равные стороны, обозначенные MPC равно PC. Это мы увидели. Теперь двигаемся дальше. Рассмотрим два цветных треугольника. BOP и DOP. Они, конечно, равны. И, значит, угол BPD будет равен 60 плюс 60 градусов, то есть 120 градусов. Вот этот угол равен 120 градусам. Вот он изображен здесь. Значит, теперь смотрим. Треугольник MDP равен треугольнику PDC. Ну, действительно, MPC и PC равны, PD общие и два угла по 120 градусам. То, что угол MPC 120 мы помним, а то, что оставшийся угол DPC мы находим, тоже равен 120 градусам. Итак, у нас получилось. Вот я смотрю, что нет изображения у некоторых. Напишите, пожалуйста, плюсики те, у кого есть. Или это общая беда? Есть, да? Спасибо, спасибо. Так что посмотрите, пожалуйста, те, у кого нет. Нет, спасибо, ага, я получила ваше сообщение. Посмотрите, пожалуйста, это значит, что-то вам нужно сделать. Не могу сказать. Значит, вот эти цветные треугольники равны. Отсюда мы делаем вывод, что PD равно DC. Вспоминаем, что фигура, которая нам дана, изначально ромб, поэтому AD равно MD. Аналогично легко доказать, что AB равно AM. Таким образом, треугольник AMD равносторонний, и угол, который у нас просили найти при вершине M этого треугольника, равен 60 градусам. Значит, вы задаете вопрос по поводу того, что не рассматривается метод координат в критериях. Поскольку я много лет работала экспертом, то совершенно авторитетно могу вам сказать, что независимо от того, какой метод применяет ребенок, если он решает правильно, задание оценивается максимальным числом баллов. Выбор метода остается за тем, кто решает задачу. Поэтому тут даже не может возникать никаких вопросов. Следующая задача, пожалуйста. Вы пока делаете картинку. Значит, нам задана прямоугольная трапеция с прямым углом А и меньшим основанием ВС равным 1. Сказано, что окружность в центре точки О касается стороны ВС в точке С, А также проходит через точки А и Д. И дан угол АОД просит найти сторону трапеции АБ. Пожалуйста. Картинку, если сделали, плюсики ставим сразу. А я пока вам ее показываю. Значит, это из наших, да, из наших книжек задачи. Не успела, да? Ну вот посмотрите, пожалуйста. Вот картинка. Она и условия задачи коротко написаны. У вас есть возможность это сделать. Здесь какое дополнительное построение? Скачайте вы презентацию. Она появится или сегодня, или завтра. Вы ее легко сможете скачать с нашего сайта. Презентацию сегодня сможете, мне подсказывает Марина. Так что вы скачаете. Значит, условия там будет, поэтому не нервничайте, пожалуйста. Рисунки делайте. И все у вас будет хорошо. Итак, дополнительное построение очевидное. Здесь мы, конечно, соединим точку С с точкой О. Это получается радиус, проведенный в точку касания. И продлим отрезок СО до пересечения с хордой АД. Вот что у нас получается. Значит, понятно, что СН параллельно АБ. Я очевидные вещи, естественно, не собираюсь растолковывать. Очень быстро и бегло. Значит, АБЦХ прямоугольник, АХ единица, АХ середина стороны АД треугольника АОД. Поэтому у нас получается бисектриса угла УАЖ, бисектриса угла АОД, который дан был 120 градусам. И у нас получился треугольник АОД, из которого мы легко находим катет и гипотенузу, учитываем, что гипотенуза равна радиусу. Таким образом, мы находим отрезок СН, который равен АБ, или, значит, находим АБ. Это радиус, который мы уже нашли, плюс катет треугольника ОН, который мы тоже нашли. Значит, еще раз повторяю, на вычисления я совсем не обращаю сейчас вашего внимания. Следующая задача тоже, видите, из нашей книжки. Посмотрите, пожалуйста. Это задача уже для постереометрии, для ЕГЭ предлагается. В основании четырехугольной пирамиды лежит прямоугольник. Стороны прямоугольника даны, три боковых ребра даны, доказать, что ребро СА является высотой пирамиды, и найти угол между двумя прямыми, а не, конечно, скрещивающиеся. Значит, понятно, в первом задании А совсем простое. Здесь мы видим, что для цветных треугольников выполняется теорема Пифагора. Это означает, что СА перпендикулярно АД, СА перпендикулярно АБ, то есть перпендикулярно двум пересекающимся прямой плоскости основания. Значит, СА – это высота пирамиды. Теперь переходим к поиску угла между БД – это диагональ прямоугольника, и СС – это боковое ребро. Это две скрещивающиеся прямые. Мы знаем, что называется углом между двумя скрещивающимися прямыми, поэтому строим в точке С прямую параллельную ДБ. Как мы строим? Можно либо проводим параллельную, либо откладываем за точку Д на прямой АД, отрезок равный АД. И доказываем, что желтый четырехугольник является параллелограммом. Итак, мы построили прямую параллельную БД. Стало бы, теперь мы будем искать угол С, С, Е. Ну, а как мы его будем искать? Мы найдем стороны этого треугольника и по теореме косинусов найдем угол. Из треугольника САЕ мы найдем СЕ. Из треугольника САЦ мы найдем СС, поскольку в основании прямоугольник, то АС будет равно БД. Диагонали прямоугольника равны. Значит, сторону СС мы найдем по теореме Пифагора. Ну и, значит, ЕС равно БД. Мы найдем тоже по теореме Пифагора из прямоугольного треугольника, предположим, БСД. Таким образом, все три стороны треугольника мы нашли. Ну, а теперь просто применяем теорему косинусов для треугольника С, С, Е. Нам нужно найти угол Альфа. И здесь он найден. Следующая задача тоже, это наша задача, издательство «Легион». Дан куб. В этом кубе точка М лежит на середине диагонали верхней грани. И нужно найти, сначала построить сечение, проходящее через прямую МВ параллельно АВ1 в диагонали передней грани, а затем найти расстояние между этими двумя прямыми. Я немножко просто ожидаю, пока вы картинку сделаете. Есть? Ага, двигаемся дальше. Значит, плоскости передней грани мы, так же, как и в предыдущей задаче, строим параллелограмм, то есть проводим БК параллельно АВ1. Каким вам нравится способом, тем и проводим. Ну, например, откладывая от точки Б1 отрезок равный ребру куба. Либо сразу мы строим параллельный отрезок. Теперь замечаем, что точка К лежит в плоскости верхней грани. Соединяем ее с точкой М и продолжаем до пересечения. Значит, здесь у нас появилась с одним ребром точка пересечения L, с другим ребром, с ребром А1, Д1, точка Т. Итак, в плоскости верхней грани у нас есть линия пересечения, да, с плоскостью сечения, которую мы строим. Теперь точка L и точка В лежат в правой грани. Мы их соединяем и в параллельной плоскости проводим через точку Т параллельный отрезок. Получаем точку П на ребре АД. Осталось соединить точку В с точкой П, и сечение мы построили. Давайте еще раз убедимся в том, что оно обладает свойствами, о которых шла речь в условии задачи. Это сечение проходит через прямую МВ. Это понятно. И это сечение параллельно АВ1. Ну, поскольку прямая ВК параллельно АВ1, и ВК лежит в плоскости зеленой, то понятно, что это условие тоже выполнено. Ну, и теперь нам осталось найти расстояние между скрещивающимися прямыми. Мы помним, что расстояние между скрещивающимися прямыми – это расстояние между одной из них и плоскостью, проходящей через другую, параллельно первой прямой. Значит, что мы с вами будем делать? Мы построим В1Н отрезок, перпендикулярный МК в плоскости верхней грани. Соединим точку В с полученной точкой Н и по теореме обратной, теореме о трех перпендикулярах утверждаем, что ВН тоже перпендикулярна МК. Тогда плоскость бирюзовая, она у меня отображается бирюзовой, перпендикулярна прямой МК. Поэтому любая прямая этой плоскости тоже перпендикулярна прямой МК. Проводим высоту В1Н треугольника В1НВ и утверждаем, что это и есть расстояние между двумя скрещивающимися прямыми. Ну а далее идет счет. Мы сначала находим отрезок В1Н из треугольника МКВ1. Мы по теореме косинусов будем искать. Значит, знаем, что вот этот угол 135 градусов, угол МВ1К. Найдем МК. и затем используем площадь треугольника этого. Находим площадь и находим тогда отрезок В1Н. Ну а далее, выражая площадь треугольника В1Н двумя способами, как половина произведения катетов и половина произведения гипотенузы и высоты проведенной гипотенузы, мы и найдем отрезок В1Н. Переходим к методу геометрических преобразований. Тоже у него есть несколько разновидностей. Это центральная асимметрия, осевая асимметрия, параллельный перенос и поворот. Тоже наша задача из книги «Подготовка к ЕГЭ» издательства «Легион». Значит, посмотрите, пожалуйста. Точка П лежит на стороне ВС выпуклого четырехугольника АВСД. Точки ВС являются вершинами равнобедренных треугольников с основаниями АП и ДП, соответственно, а угол АПД прямой. Ну, вы делаете картинку, я даю вам минутку. И теперь показываю картинку. Здесь коротко условия. Значит, нам сказано, что точка П лежит на стороне ВС, четырехугольника АВСД. Нам сказано, что точка П выбрана таким образом, что треугольник АВП равнобедренный, треугольник ВСД тоже равнобедренный. Нам сказано, что ЦК и ВН – бисектрисы углов ВС, СС, ну, или Ц и ВН. Что хотим доказать в пункте 1? В пункте 1 мы хотим доказать, что вот эти самые бисектрисы пересекаются в точке Е, которая лежит на стороне АД этого четырехугольника. Успели? Ну, двигаемся тогда. Итак, я изобразила эту точку на стороне четырехугольника, хотя сейчас это не важно. Пока мы этого не утверждаем, будем потом доказывать. Значит, что мы замечаем? Поскольку ЦК – это бисектриса треугольника равнобедренного, стало быть, она является медианой и высотой, значит, вот прямые уголки у нас имеются. Вот этот угол при вершине П, он прямой по условию задачи, угол А, П, Д, это в условии задачи сказано, он прямой. Значит, треугольники равнобедренные, ЦК – бисектриса по условию, значит, медиана и высота. Значит, ПК равно КД. То же самое здесь, медиана и высота. Так? Значит, треугольник П, Д, Е равнобедренный. Ну, действительно, ПК равно КД, КЕ – общий, прямоугольный, значит, и третьи стороны равны, гипотенуза получается. Итак, я делаю вывод, что ЕД равно ПЕ. Аналогично мы можем утверждать, что вот этот треугольник АЕП тоже равнобедренный. Поэтому ПЕ равно АЕ. Что получили? Мы получили, что точка Е является центром, описанной вокруг прямоугольного треугольника окружности. Ну, а РОСТА, значит, это середина гипотенузы. Таким образом, точка Е действительно лежит на стороне АД. Успели? Двигаемся дальше. Чтобы не возвращаться к слайду с условием, я просто сейчас скажу, что еще нам дано. Нам сказано, что БП относится к ПЦ как 2 к 5, и нам дана площадь зелененького четырехугольника. Она равна 20. Нам нужно найти площадь данного четырехугольника АБЦД. Итак, значит, что у нас получается? У нас получается, что этот зелененький четырехугольник является по условию, ну, не совсем по условию, но он является прямоугольником, это очевидно. Это первое. Второе. В силу того, что отношение задано БП к ПЦ 2 к 5, то мы можем сказать, что треугольники БПН и ЦПК подобны. Коэффициент подобия нам известен. Мы вводим обозначения соответствующие, 2х и 5х. И далее просто выражаем xy. Вот у нас что получается. Выражаем xy и находим затем площадь четырехугольника АБЦД, представляя ее как сумму площадей треугольников. Вот таким образом подобие здесь работает. Следующая задача. Посмотрите, пожалуйста. Дан прямоугольный параллелепепет. Даны точки на ребрах, которые делят эти ребра в заданных отношениях. Ну, причем в одном и том же отношении, 1 к 3. Нужно построить точку К, пересечении этой плоскости, ну, точнее, плоскости М, П, Н, проходящей через заданные точки, точку пересечения с ребром АБ или с прямой АБ. А затем найти, в каком отношении эта точка делит ребро АБ. Пожалуйста, постройте. Я минутку жду. Двигаемся дальше. Понятно, что точки П и Н лежат в одной плоскости. Мы проводим прямую через эти две точки, которые пересекают ребро ДД1, продолжение его, и продолжение ребра ДС, соответственно, в точках Е и Ж. Понятно, что точка Е и точка М лежат в одной плоскости. Проводим ЕМ до пересечения с ребром АД, получаем точку Э. Ну и, наконец, соединяем точки Ж и Ф, получаем точку К, которую мы должны были получить. Осталось нам найти, в каком отношении эта точка делит ребро АБ. Для этого мы рассмотрим зелененькие подобные треугольники. Введем обозначение. 4Х – это одно ребро, 4У – другое и 4З – третье ребро. Ну и, соответственно, нам дано отношение 1 к 3. Вот мы разделили, поэтому так у нас получается. Х – отрезок Д1П, 3Х – отрезок ПС1. Ну и, соответственно, если рассмотреть подобные треугольники и соотношения, то окажется, что ЕД1 – это З, а СЖ – это Х. Таким образом, переходим к рассмотрению второй пары подобных треугольников. Желтый большой треугольник Е и ФД и желтый маленький треугольник МФА. Из рассмотрения подобия этих треугольников мы находим, что ФА равно 6У. Тогда ФД – это 10У. И, наконец, рассматриваем еще одну пару подобных треугольников. Большой треугольник зеленый ФДЖ и маленький треугольник бирюзовый ФАК. Мы находим АК, точнее выражаем его через Х. И тогда находим КБ с помощью разности 4Х минус 3Х. Тоже находим Х. Таким образом, отношение равно 3. Понятно, что мы очень часто используем подобие треугольников и подобие четырехугольников. Ну, метод подобия, точнее так скажем, метод подобия очень часто используется при решении геометрических задач. Еще одна задача на подобие простенькое из 9 класса. Поэтому, вот, посмотрите, пожалуйста, в параллелограмме точка М в середине стороны АД и БН относятся к НС как 1 к 3. И нужно доказать, что отрезки БФ, ФЛ и ЛМ равны между собой. Введем обозначение. АД – это 4А. Тогда АМ – 2А. БН – А. Рассматриваем две пары подобных треугольников, последовательно, естественно, введя перед этим обозначение. Пусть БФ – это Т, ну, тогда в силу подобия этих треугольников ФМ – 2Т, да? Тогда ХФЛ, а ЛМ – это 2Т минус. Ну, и рассматривая вот эту пару желтый и серый треугольник, подобные они с коэффициентом 1, 2, и желтую и зеленую пару треугольника тоже с тем же самым коэффициентом, приравнивая левые части, мы получаем то, о чем нас просили. То есть мы доказали, что Х и Т равны. Ну, площадь этого четырехугольника зелененького, о которой идет речь в задаче, я сейчас искать не буду, это уже счет. Переходим к методу площадей. Это один из алгоритмов решения многих геометрических задач. Свойства площадей часто используются. Одно из свойств площадей, вы прекрасно знаете, это постоянство площади для данной, площади, например, треугольника для данного треугольника. Я уже даже в одной из предыдущих задач пользовалась этим устройством. Ну, вот такая задача. В прямоугольном треугольнике АВС вне вписанной окружности центром ОА и радиусом РА касается катета ВС в точке ТА. А вне вписанной окружности центром ОВ и радиусом РВ касается катета ВС в точке ТВ. Я показываю сразу рисунок, чтобы вам было попроще делать этот рисунок. И мы будем доказывать, что площадь треугольника АВС может быть найдена как произведение радиусов этих вне вписанных окружностей. А затем будем искать... Давайте посмотрим. Вот картинка такая. Вне вписанной окружности это окружность, которая касается стороны треугольника и продолжений двух других сторон. Как только будете готовы, пожалуйста, дайте знать. Итак, вот посмотрите, пожалуйста, что мы с вами делаем. Рассмотрим два цветных треугольника. Значит, еще раз. Дан прямоугольный треугольник АВС, я ввожу буквы для гипотенузы С и катетов А и В. ОА и ОБ, соответственно, центры вне вписанных окружностей. РА и РБ – это радиусы. Ну и точки касания ТА, вот она, и ТВ. Значит, рассмотрим зелененький треугольник. Его площадь равна произведения АС и ОАЖ. Ну, половине произведения. То есть 1,2 В умножить на РА. Будем считать две площади, чтобы без дробей было. И это будет две площади треугольника АВС минус площадь этого треугольника. Вот этого. Не написано она у меня здесь, к сожалению. Ну, прошу прощения. Понятно, да? Значит, вот зелененький треугольник, коричневый треугольник и минус вот этот площадь, конечно, треугольника. Здесь ошибка, вот здесь, в этом месте. Дальше уже правильно. Ну, и эти две площади еще раз показываем, как находятся. В умножить на РА, С умножить на РА на отрезок ОАЕ, ну и минус А умножить на РА. Вот это равенство. РА выносим за скобки и выражаем его. Точно так же мы поступаем с вторым радиусом. Этого я делать не буду. И здесь уже остался только счет. Просто подставить и убедиться в том, что действительно произведение этих радиусов равно площади треугольника. Следующая задача. Это и рисунок у вас перед глазами, и условия. Я жду, пока вы это сделаете. Осмыслите рисунок и условия. Пожалуйста. Несколько слушателей беспокоятся о том, как получить сертификат. Он будет вами получен на электронный адрес. Готовы. Хорошо. Значит, окружность вписана в треугольник. Центр окружности – точка О. Точка касания стороны ВС этой окружности – точка П. Точка Т – это точка пересечения окружности и бисектрисы ВО. И известно, что ТП параллельно ОЦ. Вот здесь буква С. Она плохо просматривается. Ну, прошу прощения. Вот что нам дано. Мы хотим доказать, во-первых, что это равнобедленный треугольник, а во-вторых, найти площадь треугольника ВПТ. Вот этого маленького треугольника. Есть ли дополнительные данные? Об этом чуть позже, чтобы сейчас не отвлекаться. Итак, еще раз. О – центр, вписанный в треугольник окружности. Стало быть, это точка пересечения бисектрис. Обозначим вот углы ОЦ и ООЦ буквой альфа. Вот эти вот два угла, они, естественно, равны. Каждый из них равен альфа. Понятно, что в силу параллельности вот этих двух прямых, они по условию параллельны, равные углы обозначены дужками. Ну, и точка касания, точка П, поэтому там стоит прямой угол. Двигаемся дальше. Значит, что у нас получается? У нас получается, что угол СОП, вот этот угол, это 90 минус альфа из прямоугольного треугольника. Это тоже 90 минус альфа. Этот треугольник равнобедренный, у него две стороны являются радиусами. Значит, этот тоже 90 минус альфа. Значит, этот угол будет равен 2 альфам. Угол СОП равен 2 альфа. Теперь, я нарисовала перпендикуляр, который мы сейчас доказывать будем, что это одна и та же точка, но пока они нарисованы две разные точки. Значит, пусть ВО пересекается с АС в точке H. Покажем, что треугольник ВОП подобен треугольнику ВСХ. Ну, действительно, угол В у них общий, и у них, у обоих есть угол 2 альфа. Итак, эти два треугольника подобны. А значит, отрезок ВН является бисектрисой и высотой, поскольку треугольник ВОП прямоугольный, значит, и этот треугольник ВНС прямоугольный. Итак, мы доказали, что треугольник равнобедренный. Ну, а теперь будут отношения площадей. Посмотрите, пожалуйста. Я сейчас только намечу решение, потому что нужно будет вникать как следует. Не будем на это много времени тратить. Значит, рассмотрим треугольник ОХС. Вот этот треугольник. И треугольник ВНС. Это два треугольника прямоугольных с общей высотой CH, проведенный из одной вершины. Это означает, что площади относятся как стороны, к которым эта высота проведена. Значит, вот написано ОХВН относится как 1 к 4. Это понятно. Здесь немножко при переходе из одного формата в другой формат в PDF соскочили немножко формулы. Но я не думаю, что это вас сильно запутает. Поэтому прошу прощения, они наехали друг на друга. Понятно, что вот этот коэффициент 2 третьих, он должен быть чуть ниже. А здесь тоже наехало. Понятно. Надеюсь, что разберемся. Теперь ВО относится к ОХ. Мы ВО представляем как ВТ к ОТ. И у нас получается, что ВТ относится к ОХ как 2. В два раза больше. Ну, здесь у нас ОТ и ОХ – это радиусы, вы помните. И поэтому площадь треугольника ВПО в два раза меньше. На самом деле тут написано 0,5 умножить на площадь большого треугольника ВХС. Далее, значит, нам понятно, что… Ну, это понятно, потому что вот эти два сирененьких треугольника имеют одинаковую площадь, они разные. Значит, что у нас получается? У нас получается, что площадь треугольника ВТП желтого треугольника – это две трети площади ВПО. Ну, а далее, поскольку там было условие в пункте В, что АС равно 2А, тогда ПС равно А, тогда ВП равно 2А, и значит ВС равно 3А. И далее просто идет счет, подставляем и честно считаем, чего мы сейчас делать не будем. То есть вот таким образом с помощью площадей мы решаем задачу. Следующий метод – это метод вспомогательной окружности. Я очень люблю этот метод. Задачи, которые решаются с помощью метода вспомогательной окружности, есть базовые, которые, конечно, желательно показать учащимся, потому что если они будут знать, как решать эти задачи, они смогут воспользоваться этим методом и для других задач. Я покажу сейчас красивый способ решения одной задачи, у которой есть и более трудные способы решения, более длительные, более такими методами, можно рабочий-крестьянскими с помощью неравенства треугольника решать. Но я вам покажу красивый, изящный способ. Пожалуйста. Доказать, что бисектриса угла разностороннего треугольника лежит между медианой и высотой, проведенными из той же вершины. Значит, нам дана BM – это медиана, BH – это высота. Мы хотим показать, что бисектриса угла пересечет сторону акции между точками H и M. Ну, поскольку можно построить окружность вокруг любого треугольника, мы это и сделаем. Построили окружность, которая проходит через точки А, Б и Ц. Из точки М проведем перпендикуляр до пересечения с дугой окружности вне треугольника. Вот эта точка П получилась. И соединим точку Б с точкой П. У меня это коричневый отрезочек. Давайте посмотрим, что у нас получилось. У нас получилось, что… Ну, в силу того, что это перпендикуляры, что это середина отрезка акции, две дуги А, П и П, Ц, естественно, между собой равны. А значит, угол А, Б, П и угол П, Б, Ц тоже равны, поскольку это вписанные углы, поскольку это вписанные углы опираются на эти дуги, равные между собой. Итак, что же у нас получилось? У нас получилось, что фигура Б, А, Ж, П, М – трапеции, два перпендикуляра к стороне А, Ц, и Б, П – диагональ этой трапеции. Вот все решение задачи. Спасибо за добрые слова. И тоже легко решить эту задачу. Ее по-разному можно решать, но легко ее решить с помощью метода вспомогательной окружности. Значит, это условие еще раз коротко записанное, чтобы вы успели осмыслить. Значит, нам дан остроугольный треугольник и проведены высоты, две высоты. Нам нужно доказать, что треугольник АВДН, который отсекается, прямой соединяющий основание высот, подобен исходному треугольнику АВС. Проведем вспомогательную окружность с центром в точке О, который лежит на середине стороны ВС. Понятно, что точки D и H лежат на этой окружности, поскольку прямой угол опирается на диаметр. И теперь осталось доказать, что красный угол равен углу В. Ну и начнем это доказывать. Угол 1 – это кусочек угла С, то есть это угол С минус угол 4. Угол 4 из прямоугольного треугольника ВДС – это угол… это 90 градусов минус угол В. Вот это записано. Теперь угол А, H, D – это внешний по отношению к треугольнику H, D, C. Стало быть, он равен сумме угла 1 и 2. Угол 2 и 3 опираются на дугу одну и ту же, значит, они вписаны и равны между собой. Поэтому угол 2 я заменила углом 3. Ну и дальше угол 3 – это 90 минус угол С. Вот и все. Понятно, что чуть раньше угол 1 заменили тем, что было выше. Задача решена. Мы получили, что угол А, H, D равен углу В. Угол А у этих треугольников общий, угол красный равен углу В. Треугольники подобны по первому признаку. Метод геометрического видения. Как правило, этот метод мало что требует. Он почти ничего не требует, кроме умения видеть и сопоставлять геометрические факты. И тоже красивые задачи, пожалуйста. Это задача наша из книжки издательства «Легион». Мы стараемся разными методами решать задачи. Поэтому посмотрите наши книжки. Может быть, кто-то захочет их приобрести. Они, как мне кажется, будут очень полезными, потому что сознательно наши авторы пишут так, чтобы разные методы были востребованы при решении задач. Итак, А, В, С, Д квадрат. Даны середины сторон квадрата. Вот они, М и Н. Единственное, что... Да, нужно доказать, что вот эти коричневые отрезочки взаимно перпендикулярны АН и МД. Единственное, что соединим точку М с точкой Н. Вроде бы дополнительное построение, но оно такое естественное для данной задачи. А далее ничего не требуется, кроме как просто внимательно посчитать угол. Посмотрите, пожалуйста. Поскольку это прямоугольный равнобедренный треугольник бирюзовый, то там два угла по 45 градусов. Поскольку это середина стороны, то у нас получается, что... Вот здесь вот, да, получается, что этот угол 30 градусов, этот угол 60 градусов, здесь получается в сумме 180, значит, этот 75 градусов, этот 15 градусов, в сумме они дают 90 градусов, значит, прямоугольный треугольник получился. Вот такие интересные можно сделать наблюдения. Теперь еще одна задача тоже наша. Посмотрите, пожалуйста. Точка О лежит в плоскости квадрата, А, Б, Ц, Д, вне квадрата этого. Картинка перед вашими глазами. Нам известны длины отрезков ОА и ОБ, и известно, что они равны. Также известна длина отрезка ДО. Нам нужно доказать, что площадь квадрата меньше 36. Есть? Картинку сделали? Двигаемся тогда дальше. Ну, что мы заметим? Мы заметим, что вот в этом прямоугольном цветном треугольнике гипотенуза АО, очевидно, больше катета. Ну, или катет меньше гипотенузы. Вот это равенство записано. Тогда отрезок МН, который совпадает, равен по длине стороне квадрата, очевидно, тоже меньше 5, потому что это часть катета. Ну, раз сторона квадрата меньше 5, значит, его площадь меньше 36. Вот и вся задача. То есть, видите, ничего не требуется, кроме как сопоставить и применить, что наклонная и перпендикуляр, опущенные с одной точки к прямой, они вот таким соотношением обладают. Наклонная всегда длиннее. Еще одна красивая задача, тоже методом геометрического видения решается. Посмотрите, пожалуйста, дан четырехугольник А, Б, Ц, Д. И на его диагоналях, точнее, не на диагоналях, а построен, найти площадь параллелограмма, стороны которого равны и параллельны диагоналям этого четырехугольника. Вот нам нужно найти площадь желтого параллелограмма. Ну, что здесь нужно увидеть? Здесь нужно увидеть равенство. Вот здесь, вот видите, параллелограмм получился. Три картинки я сделала. Параллелограмм А, Д, очевидно, равно Ф, Ц. Здесь А, Б, очевидно, равно Ц, Е. И здесь Д, Б, очевидно, равно Ф, Е. Поэтому вот этот треугольник, Ф, Ц, Е, очевидно, равен треугольнику А, Д, Б. То есть мы просто увидели равенство вот этих двух треугольников. А дальше мы замечаем равенство каких-то треугольников, ну, половинки диагоналей, понятно, это равные треугольники, и составляя площадь четырехугольника, который нам нужен, с помощью площадей этих треугольников, мы их компонуем так, что дважды получаем площадь данного четырехугольника. Ну, еще раз говорю, что сейчас очень уж вникать в счет не нужно, просто идеи. Наконец, метод координат и векторный метод скоро следующий будет. Значит, понятно, что это самые универсальные методы, у них тоже разные, есть несколько разновидностей. Переходим к методу координат. Здесь я взяла ту задачу, которую рассматривала первой. Посмотрите, пожалуйста, она вам уже, условия ее вам уже знакомы. А решаю я ее здесь методом координат. Обратите внимание, как мы выбираем систему координат. Точка М, которая дана внутри ромба, я напоминаю, условия нам даны. Точка М внутри ромба выбрана таким образом, что отрезки БМ и МС не пересекают диагонали ромба. Даны углы по 30 градусов. И нам нужно найти вот этот угол. Угол А, М, Д. Значит, выбираем систему координат. Точка М пускай имеет координаты П и М. Тогда вот из треугольника МЦП, в котором есть угол 30 градусов, очевидно, гипотенуза равна двум катетам, 2М. Соответственно, мы находим ЕС и координаты точки С. Точка А противоположной ее координаты мы тоже легко находим. Аналогично мы находим координаты точки В и координаты точки Д. Далее нам остается только найти длины отрезков АМ, МД и АД. И убедиться в том, что они равны, поэтому угол 60 градусов исполнен. Вот та же самая задача, решенная иначе. Еще одна задача, посмотрите, пожалуйста. Это задача подготовка к ЕГЭ легионовская, то есть для 11 класса стереометрии. В правильной треугольной пирамиде известна высота, она равна 12, известна апофема, она равна 20. Есть середины ребер С, В и С, С, это точки П и Т. И нам нужно построить через эти точки плоскость параллельной высоте С, H. Это первое, что мы должны сделать. Затем мы должны доказать, что эта плоскость делит высоту основания В, В1 в отношении 1 к 2, считая от вершины В, и найти расстояние точки В до той плоскости, которую мы построим. Итак, правильная треугольная пирамида, С, H дано основание, высота этой пирамиды, С, В1 – это апофема, и середины ребер С, С и В, С. Цветные плоскости – это прямоугольные треугольные… Ну, не плоскости, конечно, а треугольник С, В, H. Прямоугольный треугольник, поскольку С, H перпендикулярно плоскости, значит, в том числе и В, H перпендикулярно. П, П нулевое – средняя линия этого треугольника. Аналогично Т, Т нулевое – средняя линия треугольника С, С, H. Понятно, что они параллельны между собой. Понятно, что П нулевое, Т нулевое, мы когда проведем… Эта линия, если это назовем отрезок не точки, а отрезок П нулевое, Т нулевое – это отрезок, по которому пересекается плоскость альфа с плоскостью основания. Итак, поскольку это средняя линия П, П нулевое, то понятно, что П нулевое равно П нулевое, H, а поскольку точка H – это точка пересечения медиан, то значит, это 2 к 1. Итак, у нас получается, все три отрезка между собой равны в основании, которые делятся точками П нулевое и H, которые делят высоту Б, Б, H на 3 равных отрезка. И стало быть, это одна часть, а это две части, что и требовалось доказать. Двигаемся далее. Теперь нам нужно найти расстояние от прямой В, С до плоскости желтой альфа. Значит, понятно, что мы сможем по теореме Пифагора из бирюзового треугольника найти отрезок H, B1, он равен 16. Понятно, что мы можем, значит, что отрезок В, С параллелен П, Т и параллелен П нулевое, Т нулевое. Это тоже очевидно, понятно. Это у нас трапеция получилась в сечении. Значит, получается, что расстояние нам нужно найти от прямой параллельной плоскости альфа до этой плоскости. Значит, из любой точки мы можем упустить перпендикуляр. Как мы с вами поступаем? Мы посмотрим и воспользуемся методом координат. Посмотрите, пожалуйста. Я изобразила треугольник А, В, С, лежащий в основании. Выбрала систему координат так, как показано на рисунке. Треугольник правильный. В, В1 высота стала быть бисектриса. Значит, угол 30 градусов, вы видите, изображен. Это понятно. Отрезок БД, то есть мы сейчас… Не БД, извините, пожалуйста. БП нулевое. Это 16, мы с вами перед этим считали. И, значит, катет, лежащий против угла в 30 градусов, равен половине гипотенозы, то есть 8. Этот отрезок и есть расстояние от прямой В, С до плоскости альфа, поскольку понятно, что мы опустили перпендикулярно прямую ПТ нулевой. Ну, на всякий случай здесь я написала, как находится расстояние от прямой заданной уравнением АХ плюс БЮ плюс С равно нулю, до точки… от точки М нулевой до… от точки М с координатами Х нулевой, У нулевой до этой прямой. Здесь на всякий случай просто формула. Все остальное совсем просто. Векторный метод. Понятно, что либо есть разновидность, когда мы находим сумму векторов или их разность, или умножаем вектор на число, а второй тип задач – это когда мы используем скалярное произведение или разложение вектора по базису. Здесь представлена задача, которая была на экзамене ЕГЭ, поэтому я особенно не буду долго на ней останавливаться. Посмотрите, пожалуйста, условия этой задачи. Угол между плоскостями, мы знаем, равен углу между нормалями к этим плоскостям. Мы находим координаты нормалей и вычисляем косинус угла, а затем тангенс. Нам тангенс нужно было бы найти. Значит, нам дана прямая четырехугольная призма, в основании которой прямоугольник. Даны практически все измерения этой призмы, потому что расстояние между АС и В1Т1 равное 12 – это как раз боковое ребро. Ну и мы вводим систему координат так, как показано на рисунке, и составляем координаты нормалей к этим плоскостям. К плоскости сечения и к плоскости основания. А далее просто счет. То есть, конечно, метод координат, он позволяет попроще решать задачи, здесь поменьше нужно что-то сообразить, поэтому желательно учить этому методу. Ну и в завершающей части нашей сегодняшней встречи я хотела бы вам показать, как можно на одной задаче продемонстрировать различные методы. Некоторые учителя, кстати, даже проводят урок одной задачи, показывая, считают, что это очень полезно, потому что у ребят возникает интерес к геометрии, они с разных сторон учатся видеть и применять разные методы, поэтому вот давайте посмотрим вот такая задача, она тоже интересная и поучительная в этом смысле. В треугольнике АВС бисектриса ВЕ и медиана АД взаимно перпендикулярны и имеют одинаковую длину. Значит, вот они изображены, медиана АД и бисектриса ВЕ. Нужно найти стороны треугольника, ну и даны, конечно, эти длины, вы видите. Начнем с метода дополнительных построений. Прежде всего, заметим, что, поскольку они взаимно перпендикулярны, что треугольник АВД равнобедренный, значит, АО и ОД равны 2 каждой. Я не буду детально доказывать, думаю, что вы успеваете следить за этим. Ну и поскольку АД медиана, значит, сторона ВС в 2 раза больше стороны АВ. Раз ВЕ бисектриса, значит, отрезки, на которые она делит сторону АС, относятся как прилежащие стороны, то есть АЕ в 2 раза меньше, чем ЕС. Вот что мы заметили. А теперь мы проведем среднюю линию треугольника желтого. Вот она проведена. Поскольку она равна половине отрезка ВЕ, то это 2. Теперь мы заметим, что средняя линия треугольника АДФ равна 1. Тогда отрезок ВО равен 3, поскольку ВЕ равно 4. А далее по теореме Пифагора мы просто находим АВ. ВС в 2 раза больше. И по теореме Пифагора из треугольника АОЕ находим АЕ. АЕС в 2 раза больше, ну, стало быть, АС в 3 раза больше, чем АЕ. Вот это один метод. Теперь посмотрим, как эту же самую задачу можно решить методом геометрических преобразований. Давайте симметрично точке С относительно бисектрисы ВЕ. Построим точку Ф. Треугольник ВФС равнобедренный. В нем АДА является медианой, средней линией. Значит, здесь у нас получаются отрезки по 4. Медиана, она же и бисектриса, она же и высота равнобедренного треугольника. Это делится точкой пересечения, медианы делятся точкой пересечения в отношении 2 к 1. Значит, у нас получается, что вот этот отрезок 2 части, этот отрезок 1 часть. Значит, вот этот отрезок 6 получается, да? И что у нас тогда получается? Легко мы сможем найти нужные нам отрезки. Понятно, да? Что все это не сложно получается. Следующий метод площадей. Треугольник ВАЕ имеет площадь 1,2 ВЕ умножить на АО. То же самое можно сказать о площади треугольника ВЕД. И точно так же мы находим, поскольку это у нас вот ВЕС получается треугольник, у которого ВД равно ДС, то, понятно, площади у этих треугольников тоже равны. Итак, площади цветных треугольников и белого треугольника равны по 4. Значит, площадь треугольника АВС равна 12. Тогда площадь треугольника АВД, это половина, она равна 6. Ну, отсюда 6, это 1,2 ВО умножить на АД. Отсюда мы находим ВО. А далее по теореме Пифагора, так же, как раньше, мы находим стороны треугольника. Эту же задачу можно решить координатным методом. Давайте посмотрим. Уравнением. Выбираем систему координат так, как показано. Находим координаты точек А и Д. Уводим ординату точки В, это В малое. Точка Е лежит на оси ординат, поэтому ее координаты 0, У. Мы пока не знаем, чему равно В и У. И теперь мы будем их связывать. Значит, находим уравнение прямой и составляем уравнение прямой АС. Вот оно записано. Точка Е лежит на этой прямой, поэтому ее координаты удовлетворяют этому уравнению. Мы находим эти координаты. И поскольку В Е равно 4, то находим и В. Остается, далее по теореме Пифагора найти стороны треугольника. Наконец, векторный метод. Посмотрите, пожалуйста, вводим векторы А и С. В Е и АД равно каждое по 4. Составляем вектор В Е и вектор АД. Возводим в квадрат, получаем, что слева скаляр получается. И составляем вот эти два равенства. Откуда находим А и С? А затем записываем, что вектор А, С – это вектор С минус вектор А. Возводим в квадрат и точно так же находим длину стороны А, С. Вот видите, что получается? Одну и ту же задачу мы решили разными методами. Ну и еще раз я хотела бы показать вам книжки, из которых все в основном, в основном большая часть задач взята сегодня. Думаю, что эти книжки и вам были бы полезны в работе, поэтому посмотрите, пожалуйста. Там много интересных задач, вы можете ими воспользоваться и показать, как решаются задачи вашим учащимся. Вот, собственно, все, о чем я хотела вам рассказать. Это книжки для 9 класса, тоже как напоминание. Я вам их показывала в начале нашего вебинара. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Пожалуйста. Ну, я рада, что если вам оказалась полезна наша встреча, надеюсь, что когда вы скачаете вебинар, вы разберетесь в решении задач, о которых я сегодня говорила. Нет вопросов, да? Тогда я хочу сказать вам до свидания и спасибо за то, что были с нами. Уважаемые участники, спасибо большое за то, что вы сегодня были с нами. Я вижу, что вам очень понравился наш вебинар. Нам очень понравился наш вебинар. Нам очень понравился наш вебинар.